Возлюбленные Господом, братья и сестры, я хочу еще с вами поделиться Словом Божьим на определенную тему. Я прочитаю текст, который для нас всех знаком, и мы его знаем наизусть. Это первое послание Фессалоникийцам 5, 18. Знаете, что там написано? Там написано так, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Тема, о которой я хочу порассуждать вместе с вами, называется «Благодарение в день скорби». Вы знаете, друзья, вообще тема «Благодарение» – она очень обширная тема. И если о ней говорить в общем, наверное, мы много раз слышали, да и сами знаем, да, из Писания. Мы сами всегда понимаем, что мы должны благодарить Бога за все. Но получается ли у нас так – благодарить за все? Вы знаете, друзья, иногда мы как формируемся, как настраиваемся, как позиционируем мы пред нашим Богом? В чем выражается наше хождение? Вот мы способны, наверное, более всего благодарить Бога, когда у нас хорошее настроение, когда у нас какой-то успех, когда у нас позитив. Кто-то благодарит Бога за хорошую погоду, кто-то Бога благодарит за хороших людей. Вот добрые люди, у меня сегодня так приятно, и я благодарен Богу. Братья и сестры, но какая бывает проблема благодарности только за успех, только за позитив? И проблема эта выражается в чем? Плохая погода – у нас благодарности нет. Какой-то человек сегодня появился в моей жизни, который достал меня, да, как мы говорим, достал уже, и у нас нет благодарности. Вот мы еще такую фразу говорим – встал не с той ноги. И какая может быть благодарность в этом сердце? Или еще какая-то проблема, или еще какие-то ситуации, которые бывают в нашей жизни? Друзья, и мы иногда становимся очень уязвимы, если мы привыкли благодарить только за добрые дни, за добрых людей, за добрую погоду, за все позитивное, которое бывает в нашей жизни. Друзья, но Слово Божие говорит, «Вы знаете, вот это не просто, ну, благодарите, вам будет хорошо, благодарите, так будет легче, проще жить, но мы с вами прочитали, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Братья и сестры, понимаем ли мы, что воля Божия по отношению к нам, чтобы мы были благодарными? Как я сказал, у нас бывают разные ситуации. Как нам благодарить Бога за все? Ну, например, мы знаем, что сегодня идет война. Как нам поблагодарить Бога за войну? Сегодня кто-то лишился дома, сгорел дом, умерла жена, потерял ребенка. Как благодарить Бога? Это же печаль, это горе. И вы знаете, друзья, мы в таких ситуациях, когда мы не понимаем, как в этом благодарить Бога, мы иногда чувствуем свою вину. И мы где-то необоснованно себя стараемся винить, себя стараемся позиционировать вот с такой немощной стороны. Я не могу это воспринять. У меня сердце разрывается, я должен сказать, Господи, слава Тебе, что у меня сгорел дом. Или что я попал в аварию, машину разбил, лежу в больнице, весь в переломах. Господи, слава Тебе за это. Как это сделать? Как это совместить? Как это в нашей жизни, чтобы не было у нас каких-то вот таких вот противоречий, когда мы не знаем, как поступить. Братья и сестры, когда мы читаем этот текст с греческого перевода, там знаете, как написано? Вот у нас написано «За все благодарите», а с греческого написано «Во всем благодарите». Во всем, во всех обстоятельствах нашей жизни мы должны быть благодарны Богу. Но за что мы должны быть благодарны Богу? И вот я хотел бы, братья и сестры, обратить внимание на благодарение в день скорби, когда у нас проблема, когда мы не знаем, как и что. Друзья, вот благодарности в день, в дни скорбей. Я хотел бы, друзья, чтобы мы обратили внимание на три таких благодарности, которые работают независимо от нашего настроения, от наших проблем, от наших потерь, от погоды и от всего неугодного, что бывает в нашей жизни, что мы встречаем. Независимо от всего, мы с вами всегда благодарны, и это посильно для нас. За что же мы должны быть благодарны Богу? Первое – это спасение. мы потеряли. Мы потеряли. Мы не можем сказать, Господи, слава Тебе за то, что Ты забрал моего ребенка. Но я могу сказать, Господи, я благодарю Тебя за Твое дивное и чудное спасение. И это будет исполнением этого слова во всем, в любых ситуациях, в любых обстоятельствах. Мы не лишаемся благодарности Богу. И мы Его благодарим. И мы находим, за что поблагодарить Бога. Потому что в этой благодарности воля Божия такова к нам во Христе Иисусе. Мы благодарим Бога, что соделал для нас Иисус Христос. И когда мы, проходя определенные трудности, мы смотрим на Голгофу, мы смотрим на Иисуса Христа, мы смотрим на Его благодать, на Его спасение, на Его милость, которую Он нам явил. Вот тогда нам легко проходить этими путями трудностей и скорбей. Послание Титул, 3 глава. Мы читаем 5 и 7 текст. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Братья и сестры, это первое, что у нас на устах, не только когда какая-то проблема, не только когда в нашей жизни что-то, знаете, такое положительное, такое вот яркое, такое вот хорошее, что нам хочется поблагодарить. Друзья, не на этом мы должны концентрироваться. Почему? Потому что завтра этого яркого может не быть. И наша благодарность ушла вместе с этим ярким, вместе с этим хорошим, вместе с этим солнцем, которое у нас очень так нечасто бывает. Завтра дождь, и мы не знаем, за что благодарить. Братья и сестры, спасение, это наше спасение. В любых ситуациях, в любых обстоятельствах мы можем быть благодарны Богу. Господи, Ты спас нас. И не по моей какой-то праведности, не от моих дел это произошло во мне. Это Твоя любовь, это Твоя милость, которая совершила во мне это. Проблема в другом. Если мы сомневаемся в спасении, если мы себя позиционируем не с Христовой праведности, а со своей праведности, вот тогда мы можем сомневаться в спасении. А вообще, я спасен или не спасен? Конечно, друзья, такое сердце всегда быть благодарное не может. но когда человек имеет свидетельство в себе, что он дитё Божье, что он спасённый, он готовый, придёт Иисус сегодня за своей церковью, я жду его, я встречусь с ним. И эта уверенность даёт в нашем сердце, она она генерирует в нас благодарность всегда нашему Господу. Второе, друзья, это прощение и оправдание. Римлянам, 5 глава, 8-10 текст. Мы читаем так. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Когда? Когда мы были грешниками, когда мы не прощали, когда мы злословили, когда мы не веровали, мы с вами прочитали, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками, посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасёмся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасёмся жизнью Его. Уверенность в Божьем прощении. Братья и сёстры, как мы можем быть уверены в том, что Бог соделал? Вот я вам такой вопрос задам. Скажите, Бог нас прощает или Бог нас простил? Прощение совершилось однажды? И когда оно совершилось? прощение прощения не бывает без пролития крови. Вот когда Иисус Христос за нас пролил кровь, вот это прощение уже у нас есть. И поверьте, братья и сёстры, это прощение Господь никогда не забирает обратно. Не такой у нас Господь, потому что это совершилось однажды, и это действует вечно. А что же происходит, когда мы лишаемся Божьего прощения? Друзья, Бог не забирает от нас прощения, а мы нашим непрощением, мы отвергаем Божье прощение. Но оно действенно, оно действует, и Бог не будет нас прощать, потому что если вновь Ему простить, Иисусу Христу нужно будет пострадать вновь и пролить кровь. Поэтому это Божье прощение, оно уже есть, и мы с нашей стороны принимаем его верой. Братья, сестры, не тогда только лишь мы лишаемся Божьего прощения, когда кого-то не прощаем, когда наша жизнь проходит в неверии, когда мы не верим, когда мы сомневаемся в Боге, когда мы живем во грехе, мы лишаемся Божьего прощения, но это не Бог убирает свое прощение, которое уже явлено в Иисусе Христе. Мы сами своим неверием от Него отказываемся. Поэтому наша вся ответственность на нас, как мы верим, как мы в этом нуждаемся, как мы это воспринимаем. Братья, сестры, и наша благодарность, когда у нас трудности, когда у нас переживания, мы говорим «Господи, Ты меня простил, Ты меня оправдал, я нахожусь в Твоей праведности, и если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью, тем более спасемся». Это надежда, это Слово Божие, которое гарантирует нам спасение, мы спасемся жизнью Его, потому что это соделал Иисус Христос. Друзья, и эта благодарность в нашем сердце, она компенсирует абсолютно все наши слезы о нашей утрате или еще о чем-то, что посетило нас на этой земле в это время. Оно абсолютно компенсирует, потому что мы благодарны Богу за дивное и чудное прощение, за Его оправдание, которое мы имеем с вами. Братья и сестры, и третье, третье, это совершенство во Христе. Совершенство. Одна из проблем, когда мы скрываем наше лицо от Бога, мы сомневаемся, соделала ли благодать Иисуса Христа то в моей жизни. Я в сомнении. И если я нахожусь в сомнении, мне очень сложно поблагодарить Бога. Смотрите, друзья, послание евреям, 10 глава, мы с вами читаем такие тексты, 10-14. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И мы иногда понимаем, мы способны быть совершенными, если я освящаюсь. Но что мы прочитали в 10-м тексте, немножко выше. Смотрите, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Вот наше освящение. Мы освящены, и это сделал Иисус Христос. Братья и сестры, сомневаемся ли мы в совершенстве, которую дал нам Иисус своей благодать. Если мы сомневаемся в нашем сердце, не может быть благодарности Господи. Ты великая, Ты чудное сделал в моей жизни. Ты одним приношением сделал совершенными нас. И мы, находясь в Твоей праведности, и Бог на нас смотрит через Иисуса Христа. Братья и сестры, вот тогда наше сердце наполняется благодарностью нашему Богу. Друзья, и как это хорошо, когда мы, живущие на этой земле, христиане. Да, кто-то понимает, что у верующих не должно быть ничего, никаких там ситуаций, никаких проблем, ничего. Братья и сестры, но одна из проблем, когда мы проходим эти трудности, знаете, какая существует проблема? Мы думаем, что мы расплачиваемся за свои грехи. И это нас очень сильно страшит. Но за наши грехи расплатился Иисус Христос. Он это сделал. Наказание наше за грех Он понес и Он совершил однажды. Но когда Бог допускает в нашей жизни какие-то моменты ситуации, мы четко понимаем, это для испытания нашей веры. Это Божья любовь, это Бог заботится о нас, чтобы нас приготовить, чтобы нас сформировать, чтобы нас утвердить в вере нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы мы в нашей жизни за все благодарить. Вот давайте мы все-таки зафиксируем этот перевод, который говорит во всем благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Во всем, в любых ситуациях, в любых обстоятельствах, через что мы с вами проходим, у нас есть благодарность. Это Божье спасение, это Его прощение, это совершенство в нашем Господе Иисусе Христе. Братья и сестры, и тогда мы будем воодушевляться этим словом, этими обетованиями, и тогда мы, проходя вот эти временные какие-то скорби, которые нас посещают, определенные болезни или еще что-то, мы на них будем смотреть свысока, мы на них будем смотреть с позиции вот именно той Божьей благодати, что соделал для нас Господь. Вот почему нам важно концентрироваться на духовном, помышления духовные, суть жизни, о том, что сделал для нас Христос. А помышления плотские это что? Это грех, плотские помышления, это временное явление, вот мы иногда застряли в этой проблеме, вот мы думаем, а почему это так, вместо того, чтобы найти в этих обстоятельствах и поблагодарить Бога. Братья и сестры, давайте мы с вами помолимся, давайте мы поблагодарим нашего Бога. Вы знаете, друзья, вот наша благодарность, она очень тесно связана с нашей верой. И знаете, как она связана? Вот мы, наверное, во всех молитвах, какое слово мы чаще всего произносим в наших всех молитвах? Это слово благодарю. Вот всегда, да, кто-то начинает молитву с благодарности. На протяжении всей молитвы благодарю. Братья и сестры, ну смотрите, мы же дети отца нашего Авраама. А знаете, как Авраам верил? Авраам верил так, несуществующие называл, как существующие. Еще не было, но он верил, как будто это есть. Братья и сестры, благодарность в нашей вере это когда мы благодарим Бога за то, чего еще нет. мы приходим на собрание «Господи, благослови служение». Можем мы помолиться «Господи, слава Тебе за то, что Ты благословил служение». Хотя оно еще не начинается. Это вера наша, это благодарность в нашей вере. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы с этой верой мы могли быть благодарны нашему Господу. Аминь. Давайте мы помолимся.